Всем привет! Меня зовут Евгений Туаев и вы на канале Барбаросса. Друзья, сегодня мы поговорим с вами об аксессуарах, а точнее об очках. Очки являются вещью, которую так или иначе покупает каждый из нас. Кто-то покупает их для защиты от солнца, кто-то покупает, чтобы глаза не уставали при долгой езде, а кто-то использует это как стильный и модный аксессуар. Какую форму выбрать, какой цвет оправы, какой цвет линз, очень много вариантов, очень много разновидностей и непонятно, как во всем этом разобраться. Ну что ж, давайте попробуем разобраться и я уверен, что после просмотра этого видео вопросов у вас будет гораздо меньше. Ну что ж, друзья, поехали! Когда речь заходит об очках, их огромное количество. Их нужно уметь подбирать, уметь сочетать. Кто-то выбирает их под стиль в одежде, кто-то выбирает под тон кожи, и об этом мы еще сегодня поговорим. На самом деле, прежде чем мы начнем, прежде чем мы начнем весь этот гайд, давайте разберемся, какие бывают оправы, какие бывают модели, как их называют и чем же они отличаются. Откроет нашу подборку, наверное, самое популярное оправа, самая популярная форма, особенно в Россию можно встретить повсеместно, это авиаторы. Авиаторы довольно крупные очки, они обладают массивной оправой. Но сейчас уже стали популярны авиаторы с тонкой оправой металлической. И практически всегда у авиаторов двойной мост на очках спереди. Кто-то называет это дужкой, но правильно называют это мостом. Вообще, авиаторы изначально были разработаны для военных летчиков. Они максимально защищают глаза от солнца. Их задача минимизировать влияние на обзорность. И поэтому они стали такими популярными. Их многие бренды выпускают с массивными оправами, кто-то с тонкими. Тут уже это не так важно, какой толщины обрамления. Но сама форма, форма авиаторов ни с чем никогда не будет перепутана. Уверяю вас, вы тоже знаете очки. Мы переходим с вами к модели вайфайры. Вот они. Вообще, модель вайфайры вел бренд Ray-Band. На самом деле, эта модель стала безумно популярной. Очень много разновидностей вайфайров. Их делают как из дерева, так и из пластика, из чего их только не делают. Но это очень узнаваемая форма, которая подойдет почти к любому стилю одежда. Эти очки очень удобные, они очень легкие. И выглядят они вот так, как я уже и говорил. Следующая оправа, о которой мы не могли не разобрать, это Леноны. Да, это легкие, с тонкой оправой, как правило, металлической, круглые очки. Они, правда, круглые. Такие мы могли видеть у кота Базилио. И такие, конечно же, были у Джона Ленона. Именно он сделает такими безумно популярными. После него они стали культовыми и вошли в историю моды. Также в России, наверное, можно называть такие очки Лепсоны. Ну, мне кажется, что это очень уместно. Потому что у нас, нашим Леноном, был Лепс. Ну, что поделать. Ну, вот так. Поэтому Леноны это яркие, интересные и очень стильные очки, которые нужно очень тщательно подбирать. Мы переходим с вами к модели Панто. Панто это довольно легкие очки, но они ближе все-таки к классике. Они обладают округлой формой снизу и довольно плоской формой сверху. Оправы бывают металлические, пластиковые. Бывают деревянные оправы. Это допустимо. Но Панто подбирается по ширине глаз. Не берите их шире, чем ваши скулы и чем ваша височная зона. Если авиаторы практически всегда выступают за ширину глаз, то Панто нужно подбирать именно под ширину глаз. Как, к примеру, это сделал Роберт Дауни-младший. Следующая модель, о которой хотелось бы сказать, это Клабмастеры. Клабмастер отличается массивной верхней частью, облегченной нижней частью, обладает трепетивидной формой и могут даже приближаться к прямоугольным. О тому, к какому стилю они подойдут, мы расскажем чуть позже. Теперь мы разберем с вами, как подобрать очки под тон кожи, под стиль в одежде, как это все совмещать. И также очень важно не забывать про форму лица. Много переменных на это влияет. Но о форме лица мы снимали отдельное видео. И я рекомендую вам посмотреть его после просмотра данного ролика по ссылке в описании. Очень много факторов влияет на то, какие очки подобрать. И, конечно, первым делом общий стиль в одежде. Если вы предпочитаете классический стиль в одежде, то ваши цвета оправта это черный, либо темно-коричневый. И никакие иные. Клабмастеры, вайфайры, либо авиаторы. Это те формы оправ, которые вам подойдут идеально, если вы предпочитаете классический стиль. Ну, к примеру, авиаторы знают все. Вот они. Клабмастеры. Вот они. И те же самые вайфайры. Вот они. Если вы сторонник стиля кэжуал, то, конечно, так как стиль кэжуал это смешение классики, в первую очередь, и повседневного стиля. То есть какие-то элементы присутствуют. Те же самые клабмастеры, вайфайры, авиаторы тоже будут уместны. Но можете присмотреться к модели панто. Оправа панто будет особенно хорошо подчеркивать ваш стиль кэжуал. Вы можете спросить, а в чем же тогда разница в оправах стиля кэжуал и классического стиля? Так вот, разница в толщине и в материалах. Если вы используете классический стиль в одежде, то тонкие, легкие, либо пластиковые оправы не ваш вариант. В стиле кэжуал можно брать металлические, легкие, легкие, пластиковые, небольшие оправы, которые будут смотреться гармонично. Если же вы предпочитаете спортивный стиль в одежде, то вам идеально подойдут вайфайры. Но можно подобрать другую оправу, те же самые авиаторы. Авиаторы подходят практически в любой ситуации. Обратите внимание на фотохромные линзы. Они будут идеальны для тех, кто занимается спортом. Также, если вы прям занимаетесь спортом в очках, бегаете, вы динамичные, вы их используете прям строго для защиты глаз от солнца. Вам главное, чтобы не прочно сидели, присмотритесь к спортивным моделям очков. Они плотно прилегают, у них, как правило, довольно широкие дужки. И это может являться для вас хорошей помощью при занятиях спортом. Не забывайте о том, что при занятиях спортом, в первую очередь, если вы в очках занимаетесь спортом, на первую очередь выходит их ударопрочность. Поэтому пластиковые оправы будут вам помогать в этом. Пластиковая оправа, во-первых, легкая и не будет вам мешать, а во-вторых, ударопрочная. Если вы предпочитаете яркий, экстравагантный стиль в одежде, если вы сочетаете в себе яркие кислотные цвета, просто вы выглядите ярко, необычно, и ваша задача удивлять людей, обращать на себя внимание, присмотритесь к таким очкам, как Леннон, и к таким очкам, как Панто. И здесь можно уже экспериментировать с цветом оправы так, чтобы это сочеталось с вашим образом. В принципе, такой яркий, экстравагантный и необычный стиль, который предназначен для того, чтобы привлекать к себе внимание, сочетается с любыми яркими динамичными оправами. Даже вайфайры в каком-нибудь ярком исполнении будут очень уместно смотреться на вас. Не стоит забывать о том, что также важен цвет глаз и оттенок вашей кожи. Если у вас светлая кожа холодных оттенков, в таком случае подбирайте себе серебристые оправы, оправы металлических оттенков, холодных оттенков. Если вы обладаете смуглой кожей, то тогда для вас поддут золотистые, медные, с бронзой, именно подобного теплого оттенка оправы. Не следует забывать о том, что цвет волос также играет роль. Цвет кожи может быть разный, оттенок кожи, и цвет волос может быть разный. Если вы обладатель светлых волос, вы блондин, ваши волосы светлые, не выбирайте черные оправы, они перетянут внимание на себя. Выбирайте светлые, полупрозрачные, легкие оправы, которые не будут смотреться черным пятном на ваших волосах и на вашей голове. Если вы шатен, то практически любой цвет вам подойдет. Здесь уже цвет волос отходит на второй план, и на первый план выходит цвет глаз и цвет кожи, а цвете глаз чуть позже. Если же вы брюнет, то ваш выбор. Это темно-коричневые, черные. Это именно темные оттенки оправ, которые будут хорошо скрываться в волосах и хорошо на них смотреться. Также неплохим дополнением для брюнетов будет пиляться металлическая оправа. Она будет тоже смотреться уместно, но не уходите сильно в серебряные оттенки. К рыжим волосам отлично подойдут теплые оттенки, медные, бронзовые цвета, сенние палитры. И также очень хорошо играть на контрасте. Синие оправы, темные синие оправы тоже хорошо подойдут к рыжим волосам. Почему? Вообще, когда вы подбираете себе цвет волос, когда вы подбираете какие-то цвета в одежде, очень важно руководствоваться цветовым кругом итами. Это тот самый цветовой круг, который используют парикмахеры, когда красят волосы. Это самое главное, что должен знать мастер при окрашивании. Если вы посмотрите на эту картинку, вы увидите, что есть цвета нейтрализаторы. Эти цвета нейтрализуют друг друга и смотрятся гармонично. В случае с окрашиванием, это тот цвет, который нужно нанести для того, чтобы достигнуть белого, допустим, результата, если вы делаете блог. В случае с подбором одежды, с подбором очков, то вы должны выбрать противоположные цвета для того, чтобы это смотрелось гармонично. Это будет смотреться ярко, но в то же время не вызывающе и уместно. Если вы хотите, чтобы мы подробнее рассказали о том, как составлять капсулу одежды, как ее выбирать, прошлись по магазинам, то напишите об этом в комментариях, и мы обязательно сделаем такой выпуск. Теперь мы переходим с вами к цвету глаз. Я надеюсь, что вы еще не запутались, пока еще мы добираемся до самого интересного. Вообще цвет глаз это то, что обязательно нужно подчеркивать, и оправа правда это делает. Вы можете подумать, что все очки черные, и что если линзы темные, то какая разница, какого цвета глаза. Но тем не менее, оправа играет роль очки, могут быть полупрозрачные, напыление может быть не такое сильное на линзах, и цвет глаз нужно подчеркивать оправой в том числе. Если у вас светлые глаза голубых оттенков, не подбирайте сильно светлую оправу. Почему? Потому что не будет контраста, глаза начнут растворяться, будут выглядеть блеклыми. Если у вас голубые глаза, и вы возьмете голубую оправу, все это сольется и будет смотреться не очень хорошо. Как, допустим, если у вас голубые глаза, и вы берете себе светлые полупрозрачные синеватые линзы, тогда это будет смотреться не очень хорошо. Также руководствуйтесь просто цветовым кругом и тона, и все будет супер. Но если сами линзы будут темные, то, в принципе, этим правилом можно пренебречь, чтобы лишний раз не запутаться. Если вы выбираете себе очки строго от солнца, не как аксессуар, не как элемент одежды и стиля, и у вас будут черные линзы, в таком случае выбираем оправу, выбираем форму и переходим к моделям. Друзья, вам могло показаться, что все это применимо только к солнцезащитным очкам, но это не так. Есть очки, которые люди носят для того, чтобы улучшить свое зрение, и там тоже есть свои нюансы. Это тоже элемент вашего стиля. Вы носите их каждый день, вы их применяете каждый день, люди вас каждый день с ними видят, и не надо относиться к этому легкомысленно. Диоптрии, диоптриями, к примеру, те же самые панто будут уместно на вас смотреться, если вы носите стиль кожу, и не важно, какие в них вставлены линзы. Ну что ж, друзья, теперь, когда вы знаете, какую модель выбрать, когда вы знаете, как подобрать оправу, как подобрать цвет, оттенок, когда вы все это знаете, не забывайте о том, что не только очки дополняют ваш образ, но также его дополняет очень хорошая стрижка. И вы можете перейти по ссылке в описании barbarossa.top, выбрать свой город, прийти в любой из наших филиалов, и в довесок к вашим крутым очкам вы получите очень и очень крутую стрижку, и также еще скидку 20% на первый визит. Ну что ж, друзья, переходим по ссылке в описании, записываемся, ставим палец вверх под этим видео, рекомендуем его друзьям, не по традиции, и до встречи в следующих выпусках.